Предварительное голосование пройдёт по всей стране 22 мая. Его итоги лягут в основу формирования списков кандидатов в депутаты Государственной и Московской областной дум. В качестве кандидата для участия в праймерис в региональный парламент зарегистрировался областной депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин. Необходимые для этой процедуры документы 2 марта политик сдал в орг комитета Московского областного регионального отделения партии. Помимо выявления авторитетных людей в партии, предварительное голосование решает задачу формирования нашей точки зрения партии на те проблемы, на те вопросы, которые потом предстоит решать. В конечном итоге нам это помогает уже к самой выборной кампании иметь фактически реальную программу вплоть до улицы, дома, до каждого человека. В областную думу Владимир Шапкин избирается по Балашихинскому одномандатному округу номер один. В него также вошли поселения Щёлково, Загорянске и Медвежье-Озёрское. Для Шапкина это будут вторые по счёту выборы. Первые в 2011 году он шёл по партийным спискам. Депутат отмечает, что на избирательном округе было многое сделано. За пять лет работы из депутатского фонда народный избранник выделил средства на приобретение автомашин во все поликлиники Щёлковского района, чтобы врачи могли выезжать к пациентам на дом. Профинансировал закупку оборудования для пищеблоков и другой техники в сельские детские сады. Оказал помощь тысячестам гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Новый Балашихинский округ вызывает у политика особый интерес. Так что, по сути, у меня округ просто увеличивается и достаточно прилично. На посту председателя Комитета имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин добился передачи земель в сельхозоборот, возврата лесов в ведение Московской области, создание законодательной основы под новую отрасль, переработку бытовых отходов. Вместе с командой депутат разработал экологическую программу реабилитации малых рек Подмосковья, начав с расчистки пехорки и малашки в Балашихе. В перспективе обновление коснется и клязьмы, сказал депутат, отметив, что сначала придется модернизировать щелковские межрайонные очистные сооружения. На ближайшие пять лет депутат ставит перед собой три главные задачи. Создание рабочих мест, минимум в трех-четырех технопарках на территории Щелково, развитие инфраструктуры, строительство дублера Щелковского шоссе, ЦКАД и моста через Клязьму, обеспечение комфортного проживания, чего нельзя добиться без благоустройства дворов, капитального ремонта жилья и управляющих компаний. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!